Начало 20 века, самое смутное и тяжелое время во всей истории русской православной церкви. Горькая ее доля сравнима лишь с судьбой первых христиан в языческой Римской империи. Взаимоотношения советской власти и русской церкви с самого начала, буквально с первых же дней, стали развиваться как острый конфликт. Священнослужителей бросали в тюрьмы и расстреливали. Церковное имущество экспроприировалось, одним словом, в век прогресса, вдруг вернулись темные языческие времена. Это очень такая трагичная страница в истории нашей церкви, потому что она дала столько мучеников, сколько не было за всю историю нашей церкви. На Видновской земле тоже есть свои мученики, отдавшие жизнь за веру. Такие, как протеарей Алексий Шаров, уроженец села Молокова, расстрелянный в 1938 году, и священник Василий Азерецковский, казненный в 1937 году на Бутовском полигоне. Оба они впоследствии канонизированы церковью как священномученики. Несмотря на такое варварское разорение, церковь наравне с советской властью несла все тяготы Великой Отечественной войны. 20 век – это еще и время подвига наших людей, например, на Великой Отечественной войне. И эта выставка, которая перед вами, она как раз рассказывает тоже об этой странице церковной истории, как церковь помогала, какой вклад она внесла в победу в Великой Отечественной войне. Однако минувший век – это не только время лихолетия, но еще и начало возрождения церкви, которое началось ближе к его концу. Доказательством того, что вера жива, служат слова посетителей выставки. Мне было интересно почитать историю церкви от возникновения до сегодняшних дней. – А почему она интересует вас? – Мы ходим в храм, воспитываем детей в церкви, можно сказать. Мы ходим их, причащаем старшего ребенка и сами, и младшего. На открытии выставки был представлен не только печатный контент в виде стендов. В конференц-зале демонстрировался получасовой фильм, где уже языком кинематографии раскрывалась заявленная тема. – Сотни тысяч миллиардов стали жертвами жестоких гонений на церковь. 25 января 1918 года убит митрополит Киевский Владимир Богоявленский. В Центральной библиотеке ждут всех интересующихся историй нашей страны вообще. И истории церкви, в частности, вход свободный. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, ВИДНОЕ ТВ.